он сразу спамит а он горит и хрена си он прыгнул и куда нифига он умеет прыгать через всю карту вообще нормально так вылез из лавы мне нравится может мне также буду прыгать всем кусь ребят с вами лиоми добро пожаловать врата в хейдес сегодня у нас будет забег с мячом и будет с тем же аспектом с которым мы уже были потому что какой-нибудь в прошлый раз когда я с ним играл я вообще его не использую то что у меня собрался бил через бросок есть не ошибаюсь в итоге я играл только через него а особенность своего аспекта я во-первых ее сначала даже забыл про то что над как она именно работает то что нас бонус крит шанс после особого удара появляется а я его просто думал что на постоянной основе оказывает не так он у нас после особого удара атака то есть обычно она обычно так повышается то есть нас особо удар а потом и дело обычно даром также скажет что мне кажется в мече не 5 крови как я думал чине 6 как я думал что здесь написано 6 это наши текущие а в мече у нас три просто я так это узнать никак не могу получается только тем что здесь не написан уровень и вот здесь тоже нет уровня то что это не прокаченные это на старого уровня здесь у нас сначала был один крови потом две крови судьбу с матрачено сейчас нам три потратить следующий левел я потрачу допустим теперь у нас в теории от я так понимаю что уникты то ли он сразу должен выпустить диалог то ли он должен как-то не знаю если мне повезет то он выпадет я я без понятия я сейчас не поболтать не могу соответственно если дело за век через меч и у меня есть определенный план через кого бога я бы хотел сыграть то обычно как так особо не планирую мне про милость лимбийцев сказали что эта штука оказывается ее может до 40 процентов прокачать прикиньте 40 процентов шанс того что редкий дар будет насколько жестко можно просто забафать себе в зеркале в ночи это прямо я не представишь настолько много но это так много гринды как мне кажется это прямо omega много но тогда когда у тебя все прокачено у тебя прямо за беги один из другой будет имбо мне кажется хоть там ты полосу пекло все возьмешь я наверно не знаю даже был бы неплохо прокачать полностью зеркало ночи перед тем как проходить полностью пекло фуловая но это прямо жесть также скажи что еще хорошо фармить камни ночи на 0 пекле потому что там за боссов как раз таки будут давать камни ночи. Я сегодня беру, ребят, Артемиду. Я думаю, по понятной причине, потому что у меня крит повышает шанс. То есть у меня крит шанс появляется после особого удара. А я спик вообще включил? Да, я его включил. Бонус. После особого удара. Особый удар это наш ПКМ, наш спешл. Я просто не особо вижу сейчас. Чтобы у нас был баф какой-то, если честно. А вот там, по-моему, я кританул сейчас. А, во-о-о, есть баф. Во, срабатывает. Да, да, все вижу. Ну, просто шанс там все-таки 22%, а не прямо такая фантастика. Беру я с собой Артемиду, потому что она как раз играет через криты. И поехали начинать. И сегодня я решил, ребят, пекло немножко изменить. На самом деле мне немножечко надоедает играть на высоком пекле каждый раз, потому что некоторые моменты, как минимизация урона, они, так сказать, забег немножечко душнят, если сделать это на постоянной основе. Я решил и социальный пакет убрать, и что-то еще. Не помню, что еще. Чрезвычайные меры мне нравятся, я их оставляю. И я решил взять себе вызов присяжных. Плюс 60% больше мобов в комнатах. То есть у нас будет много мобов, но они будут не такие жесткие, как раньше у нас было. А, кстати. А, на мече у меня на втором пекле... Стоп, а как это получилось так? А как это... А-а-а-а-а-а, потому что я на мече делал забег, да-да-да, вначале там подфармить хотел, и первый этот, сам первый босс убил, а потом слился, чтобы переначать. Ну, погнали, допустим, попробуем так, просто хоть меньше пекла, но оно другое. Я, по большому счету, сейчас, вовсе, на втором пекле должен играть. Но мне так как-то слишком это было бы медленно. Я хочу все-таки так. Так, у меня надо Афродите подарить только Даррис, не ошибаюсь, да? По-моему, только Афродите осталось из таких первичных именно. Да, у меня только у нее брелка нету. Из таких. Там еще один брелок есть, который я не получил. Ну ладно, сейчас не об этом. Эй, погоди-ка за Грей. Могла бы, могла бы поклясться. Ты ведь почти выбрался в тот раз, но снова вернулся. А, должно быть ты оступился, когда победа уже была практически у тебя в руках. Такое бывает на каждом шагу. Мы вытащим тебя оттуда, вот увидишь. Так, запись у меня идет. Атака усиливается и получает шанс нанести крит-удар. Но жалко, что он, конечно, низкого уровня этот удар очень маленького. То есть на минимального. Особый удар. Я бы на бросок, вот, кстати говоря, апгрейднул бы себе. Хотя 10% шанс очень маленький. Я бы хотел бросок от Артемиды. Я хотел бы все из этого от Артемиды. Я, знаете, о чем не подумал? Я хотел это протестировать, проверить и забыл. Через кого я хочу двойной удар получить? Какое мне будет интереснее? Лежащие камни бьют ближайших игроков. То есть от Зевса меня не интересует абсолютно. Бросок создает ускоренный вихрен и лезвень. Мне надо тоже. А турмайны враги с большей вероятностью получают критический урон. Бонус к вероятности повышается на полтора процента. А, за каждый стак 100. Потом 8 стаков можно было, да? Или 5. 8, может быть, это было с апгрейдом уже, я не помню точно. Так, давайте посмотрим, кто еще. А это уже нижняя, да? Так. Вот у нас был вот с посейдоном. Бросок попускает второй снаряд с уменьшенным базовым уроном. Неплохо звучит, кстати. Угона второго выстрела в 30% конечно не густо. После отражения ненадолго получил плюс 20% к шансу нанести критический урон. Кстати, вот это звучит неплохо. Единственное, что это божественный размах или удар надо брать. А, соответственно, я бы не хотел. Хотя это шанс... Ну, нет, 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 нет. Шанс высокий, но я бы не хотел сделать основные атаки на Артемиду все-таки. Такое небольшое задержное у нас сначала будет. Эффект с хитическим урону насет еще больше урона по ослабленным врагам. Кстати, неплохо. Бросок автоматически направляется к врагам. А, это лазер, да? Будет у нас именно. И все. Я не знаю, через кого я хочу. Я без понятия. Так, а здесь либо особый удар, либо обычную атаку, либо... Блин, я обычную, обычную так. Хотел бы себе побольше качества, конечно. 20% не сильно бафает ее. Дай себе на особый удар пока что. Надеюсь, что мы еще ее найдем. И найдем все-таки усиление основной атаки еще. Какое-то более мощное. У Артемида оно базовое такое не сильное. Просто мне Артемиды как его баф. Чем, мне кажется, и не настолько интересен. Потому что он, по большому счету, у тебя появляется шанс. Нанести трехкратный урон, получается. Плюс 200%, верно? Но, по сути, если вот так распределить в среднем, какой у тебя шанс выпадания его. Ты можешь, так сказать, просчитать примерно свой ДПС. И, как если бы у тебя в среднем все атаки были усилены просто плоско. Ну, то есть процентно увеличены все атаки, и все. Но так, конечно, не совсем корректно. Потому что там может тебя повезти, может тебя повезти и все такое. Но в среднем, если так смотреть, получается, что у Артемида такой бонус, который дает тебе просто такой баф урона. А какого-то особого эффекта, статуса и так далее, он как бы не добавляет. Поэтому я как бы и реже беру ее, в принципе. И на самом деле она мне, если так посмотреть уж, она мне гораздо реже попадалась, в принципе. Хотя вот сейчас, кстати, с критами так, с нашим вот этим вот особым ударом, мне кажется, что вообще аспект звучит неплохо. Повышение крита после особого удара на столько много процентов. Так, вот и есть Афина. Я скажу тебе одну вещь, кузен. Если даже Артемида помогает тебе, значит ты борешься за правое дело. Она редко проявляет интерес к семейным делам. Так, бросок наносит. Дар фаланги, рывок. Помощь Афины. Помощь Афины, кстати говоря, можно было бы использовать. У нас там что она требует? Афина с Артемидой. Божественный удар, божественный размах. У меня этого нету, да? Да. Либо могу себе... Я бы не хотел себе брать у нее бросок. Я бы хотел бросок тоже от Артемиды. Я, наверное, возьму себе просто зов от Афины, потому что у нее он хороший. Хотя зов от Артемиды тоже было бы неплохо, знаете что? Кстати, без понятия, какой зов, кстати, у Артемида. У меня прямо мысли нету. Что он может делать? Мне прямо стало сейчас любопытно. Так, рывок охотника. После рывка наносит больше урона. Урона от атаки после рывка. А-а-а-а. Блин, это тоже хорошая штука. Черт меня возьми. Ладно, наверное, я помощь Афина возьму все-таки. Хотя у нас... А-а-а. Черт меня не возьми. Слушайте, если бы я сделал бы чистый забег через Афину вообще абсолютно полностью, у нее все через криты, она как бы... Если брать что-то одно, оно не так хорошо. Но когда у тебя в совокупности все это в критах, вот это звучит уже мощнее. Я вижу, мудрая богиня Афина покорила тебя своими чарами, сына Ида. Возможно, для нее ты инструмент, с помощью которого она желает воссоединить свою распавшуюся семью. Так, у Хаоса, к сожалению, ничего особенного. Отличный расход, как у урон, будет величен по мне. Дары могут оказаться редкими, неплохо звучит. Получишь 37 ХП. Я возьмусь вот это. Стоп, а что у нас задобав? А, урон будет величен по мне, окей. ХП, конечно, было бы стабильно и надежно, но это не так интересно и весело. А почему у меня ХП отнятое вообще? Я такой что-то как-то допустил, по-моему, этот момент. Я реально не помню, кто меня продамажил вообще. Пока что количество мобов в комнатах не ощущается. Это будет ощущаться, скорее всего, уже на втором этаже. И в особенности на третьем. Потому что на третьем этаже там плюс один моб, который... Плюс один моб, который нам щитовик. Каждый из них будет чувствоваться. О, еще плюс 5 ХП максимального. А, ну да, за камни ночи же у нас теперь прокачки есть. И теперь меня за них добавляют тоже. Почему у меня было неполное ХП? Я реально не помню уже. То есть я как-то этот момент проморгал, вообще упустил. Немножко. Кстати, по большому счету я могу даже спамить своим просто особым ударом и все. Сейчас, пока у меня нет основной атаки усиленной какой-то. Потому что у меня на нем шанс крита повышенный, в принципе. А, но я же... Я же после этой атаки себе только на основную атаку повышаю шанс крита. На особый удар-то я не повышаю его. Да, я про это как-то упустил этот момент немножко. Так, что у меня есть у тебя? Ничего интересного. Я надеюсь, она на вратах хаоса. Либо есть Артемида, отлично. Идем на нее. Надеялся на вратах хаоса, либо на улучшение редкости следующего удара. Кстати, одна комната остается. О, давно не было этого кристаллика. Ай-яй. Прономажу. Тихо-тихо-тихо. Не вступай ты в эти лазеры. Я все никак не достаю. Все куда-то никуда встаю. Немножко убьем. Я не помню, если вот эти мобы исчезнут или нет, когда мы добьем основного босса. Мини-босса. Элитка как бы. 66 хп. Кстати, можно дар применить тоже. Не то, чтобы это сильно не надо было. Да, они все развалились. Окей, давай Артемида еще что-нибудь. У-у-у. Эффект на сечь критический урон обладает еще большим уроном. Вау, еще больше урона со всех критов. Нифига себе. Атака после рывка наносит больше урона. Это тоже очень мощный. Я не знаю, что лучше. Наверное, это будет поинтереснее. С этим я уже бегал. Это я еще не брал вообще, судя по-моему, что здесь значок какой. Плюс бонус к урону от критов. А это может быть лучше было бы. Потому что если я буду делать рывки постоянно, это прямо буст без конца урона. А если я вот не знаю, кстати, ли оно перемножается как? Критический урон плюс 30% или умножить на 1,3? Вот это, кстати, я не знаю. И здесь аналогично, соответственно, как это будет считаться. Вот здесь скорее всего, доп, множественным. А вот это, поскольку значение как бы тоже, название даже, то возможно, что оно будет суммироваться. Ну, я все равно возьму вот это. Потому что просто я хотел бы это взять сейчас. Такс. Еще также мне предложили один очень-очень интересный вариант того, с чем можно побегать. Мне это предложили как в формате челленджа такого, как бы. Но я думаю, что я это обычно себе сделаю. Потому что это именно вот как выглядит, как именно билд реально интересный. В принципе, задумка такая очень сфокусированная. Я думал о чем-то таком, но я не задумался настолько в этом. Настолько продуманно я в эту сторону смотрел. Это сделать забег реально через золото. Дело в том, что у молота дедала на мече есть аспект, в котором он что-то повышает на 5% твой урон. На 5% от твоего золота или что-то такое? Я не помню, если честно, как-то точно звучало там. Как-то, короче говоря, повышают урон от твоего текущего золота. Так, мне ключ или хором? Хором, само собой. Есть у него будет Артемида, я ее покуплю. По-любому. Если кто-то будет другой, то я не уверен. Но он должен чаще попытаться. А, черт. Я не куплю себе сердце. Ну и хрен с ним. Артемидов. Блин, Посейдон. Особый удар снатнений. Вот, ценность вознаграждения можно себе повысить. Атака особый удар усиливает с первых 10 секунд схватки. В принципе, кстати, знаете что? А я возьму это. Ценность вознаграждения было бы неплохо сейчас получить, конечно. В начале забега относительно. Но 50% к урону в начале схватки, если быстро проходить комнаты, то это должно быть очень хорошо. Учитывая, что у меня в комнате будет больше мобов, это меня сильно бы станет целым. Главное время не терять особо. То есть вот так, вот так, вот так. У нас, в принципе, дамаг-то хороший. В начале, пока этот баф работает. Главное, уворачиваться сейчас всего. Мне предложили сделать запехчичь золота. То есть взять молоте дала на меч. На урон от максимального твоего запаса золота, собственно. Копить, соответственно, золото. Не брать. Точнее, брать дары. Богов и их сливать. То есть брать максимально редкие. И продавать их между этажами. Или где у меня будут варианты их продажи. Собственно, просто, чтобы получать доп золота. Так, молоте дала или... Ох, ты ж нифига себе, какой выбор. А, слушайте, ребята, вот у меня интересный вопрос. А вот что лучше выбирать в таких ситуациях? Двойные дары или молоте дала? Или отталкиваться от того, какие там именно дары? Я, наверное, сейчас пойду на молоте дала, потому что меня эти дары конкретно не особо интересуют. Была бы там Артемида, я бы туда пошел. Но так я пойду на молот. Я прям не знаю, честно говоря, потому что два дара получить это очень круто. Но молот. Молот, конечно, тебе придет, но придет тебе хрен знает когда. Когда, возможно, ты уже на него... К тому времени не будешь делать такого акцента. Слушайте, я вот так смотрю. На самом деле, Артемида реально большой буст урону добавляет. Хотя у нас там так-то бусты всякие уже работали, не какие. И 50% посейдона, и все такое. И так же сделать суппорта, соответственно, взять себе в том забеге, который мне предложили. Кошелек там, сувенир в начале где-то, да? Чтобы 150 монеток еще получить дополнительно, соответственно. Искать у Гермеса дар его, который за каждую комнату добавляет тебе золота. Сколько это просто за то, что ты из нее входишь или выходишь, я не помню точно. Просто все на максимум накопление золота. Там, по-моему, у нас еще то ли у Посейдона, то ли у Диониса был какой-то дар на то, что ты больше получаешь. Там, мы моба-моба запустили. Атака установит 2 хп за удар, но у тебя минус хп. Я себе атака наносит 200% урона по удару, если при ударе в спину. Атака плюс рывка бьет дважды и наносит плюс урон. Вот это звучит гораздо лучше всего. Гораздо лучше всего. Да, именно так же. Гораздо лучше. Это не особо интересно, я думаю, будет. Это в спину, конечно, хорошо, но... Вот это дважды после рывка. Если мы найдем еще доп-бонус после рывка, снова найдем. Было бы очень круто. Но я хочу это по-любому, потому что у нас основная атака, как раз-таки нам надо ее усилять. Монетки, шикардо, 100, что надо. Они мне пригодятся. Гермес найти этот дар, соответственно, выискать. И использовать кандалы в сувенире. Кандалы это такая штука, которая повышает урон наших атак, всех на которых нет даров. То есть, если у нас атака никаким даром не усилена, то она будет усилена от кандалов там на 20% на первом уровне. И, соответственно, там дальше, если ее прокачать. И вот эта мне мысль сделать забег через золото вот такой вот, мне она очень понравилась, если честно. Я бы прямо хотел бы сделать какую-нибудь посвятить полноценную серию. Обязательно. Главное про это не забыть. Ну, я прямо думаю, что не забуду, потому что прямо вот... Я бы загорел с идеей. Потому что можно нам накопить реально тысячи, полторы, две тысячи золота или как. И просто дамажить. Казалось бы, у тебя не что-то такое особенное, но у тебя очень хороший сам по себе урон будет. Идея интересная. Я вот по-любому это как-нибудь... Как-нибудь да попробую. Прямо сейчас пока что космоса кидать. Бросок, наверное, нету. Еще мы, кстати, неплохо можем мобов просто стенку захихивать. Смотрите-ка, обычно я могу тоже прячусь за стенками. Я что-то как-то упустил этот момент. А то я в прошлый раз это заметил. Позапрос, точнее. Когда он смог в вратах Рыбуса прятаться. За стенки очень жестко, прямо агрессивно врядался. И там это чувствовалось. Я только тогда об этом задумался, что мог какой-то... Что-то подозрительно умный. Какая-то они... Они реально бывают такие. Так, еще кто-то? Снизу, по-моему, был, да? Да. Готово. Так, Рыбки пока что я нигде не видел. Еще у нас, кстати говоря, есть смена, надо про нее не забывать. Я могу хп поменять, не хочу. У Харона, если здесь ничего не куплю, то я пойду к Харону. Я не буду сейчас делать убору такого на сбор хп, наверное, постараюсь. Но я гермет соберу, Диониса нет, соответственно. Хотя могли бы сейчас Диониса сделать двойный удар. Но это надо так, чтобы у нас было чем настакивать Диониса. Я бы не хотел его брать на основную атаку, которая могла бы его настакивать. Так что я беру себе Гермеса просто. Ну, ты быстрее восстанавливаешь. На 2.26 будет неплохое время. В принципе, шкала богов заголовняется быстрее, автоматически. После использования Зова получишь шанс уклониться и двигаться быстрее на 10 секунд. Интересно, это после завершения Зова или, в принципе, наверное, после использования чисто. Нет, я не хочу это брать. У нас Зова дает неуязвимость. Я беру себе автоперезарядку однозначно. Здесь, я думаю, выбор очевиден. Кстати, я вижу вазу с золотом. Можно купить себе вот это, типа. 5 хп будет и 20 этих самых. Но я бы хотел сейчас сделать реально упор на этот забег. На этот аспект. А то в прошлый раз как-то я ему не получилось. О, смотрите-ка, Олекта, но при этом их двое тоже будет в помощи. Ты готова, Миггера? Тисифона? Вперед! Черт меня возьми, это плохо. Самый противный тандем, который мог получиться на самом деле. Вау! Нет, чтобы все-таки задели меня. Так, она агрессивная. Давай-давай-давай. Блин, ну когда их двое, помогает еще Олекта. И Олекта самая противная из них, в принципе. Зато во время этой атаки мы можем прямо на халяву ее практически гасить. Еще не забывайте, что мы после РК делаем двойную атаку, кстати. О, кстати, а кто призвал оба? Это, наверное, этот сам. Наверное, Миггера призывает, да? Только у нее был призыв, в принципе. Я чуть не задумался, что это особенность, по сути, Миггеры. Так, это уже... Ай-яй-яй-яй, упало. Да хватит их призывать, слушай, а? Меня их призывает и призывает. У нее половина ХП уже примерно. Я забываю про наш бросок, потому что он у меня сейчас никак еще не прокачан. Я ее вообще не вижу практически. Из-за этого тумана. Так, она полумертвая. Снова атакует. Вау, попало. Уже два запускает. Диско. Ох, протаранило меня. 37 ХП. Надо, кстати, использовать свой ЗОВ. Не забывать про него порой. Все, готово. Под конец ее закрошил. Так, ну хорошо, мы восстановимся, в принципе, не страшно. Можно было ее снести агрессивнее и быстрее, но не до конца я чувствовал контроль в этом бою. Все-таки Олег-то... Я не знаю, для кого какая из фурии самая противная, в принципе. Для меня, наверное, Олег-то все-таки. То есть Олег-то есть, тем более, когда их двое в помощницах. Хотя Тисифона тоже в последнее время не доставлял проблем. Вот это, кстати говоря, сейчас меня смысла не имеет практически. Разве что редкость дара повышает у этого бога. Можно что еще себе такого взять интересного? А, плюс 40% если они не усилены. Ни хрена себе, это такой баф жесткий. Что ты не ожидал, что его настолько много? Тогда оно там прокачано, еще больше будет давать. Ух ты ж, блин. Такс. Но из этого я не знаю, можно перо себе взять. Либо... Можно бабочку, кстати, было бы попробовать. Либо 150 золота. Мне бы тоже они пригодились, хотя 150 золота. На счет пера мне говорили, что типа перо прокачай и так далее. Просто я не уверен, сколько оно корректно работает. Как мне говорили, что бабочка, мне кажется просто что-то странно. Что если она дает тебе бонус, а когда ты ее снимаешь, этот бонус весь пропадет. Соответственно я должен делать весь забег на бабочке. И аналогичнее касаем пера, потому что механики у них идентичные должны быть. Я не знаю, если этот реально бонус пропадает, то это как-то, ну не знаю. Так. Хотел бы вот это сделать, но это только с дальними атаками. Либо попробовать бабочку. Ну хотя вот это, например, хп тоже исчезает. Как бы логично вполне себе. Что эффект пропадет. Получай минус приз на фронт. А, это резист. Ранее не получавшим урона. И вот я реально не знаю, что брать просто из даров таких, которые... Что-то мне сейчас реально полезное бы сделали. Либо это 150 золота, либо это бабочка. Стоп, что мне из этого больше вообще даст профита? Бабочка мне даст мало зашних этажей протащить мне. Давайте, ладно, бабочку сделаем. Потом, если что, возьмем золото и посмотрим, сохранится ли эффект. О, эффект дара. Полностью качества. Вот это можно было бы продать. Типа, на самом деле, 226 не настолько прямо большой буст. Но пока я смысла в этом не вижу продавать. Как и все остальное, просто он стоит копейки. Типа, 226, на самом деле, типа, приятный буст. Это процентов, получается, 25, наверное, да? Порезки нашего кулдауна. Но, вот серьезно, это полезно, если ты реально по кулдауну их спамишь. Я же спамлю чаще всего, не знаю, раз в 5 секунд. Я очень редко по кулдауну так зажимаю. Там был Гермес сейчас или кто? Не обратил внимание. Мне было бы неплохо, знаете, что у него найти? Ускорение основной атаки. У меня у Гермеса, получается... У меня сейчас редкость дара повышена. 314 лупанул, нормально. Мне нравится. Пока у меня там эффект от Посейдона работает. И плюс еще мы критуем, в принципе, с этой атаки с шансом. Готово. Надо больше делать руки, потому что у меня все-таки... После них идет двойная атака. Ох, ни хрена закрошили его как. Да, это у нас был Гермес. Ну давай, покажи, что у тебя будет. Эй, эм... Могу ли я попросить тебя о небольшом одолжении, братец? Мои братья, сестры, семья и все остальные не знают, что я работаю здесь с тобой. В этом нет ничего особенного, но пусть пока все остается так. Хорошо? Сюда без проблем. Бросок на себе дополнительный урон по врагам, внутри которых нет камней. Урон первой атаки. А, стоп. Внутри которых нет камней. Проблема в том, что у меня камень как бы... Его не остается, но при этом он все равно застревает и он считается, что он в нем. То есть сейчас мне этот эффект, который... Блин. Но у меня сейчас минус работает. Шкала богов заполняется автоматически. Каждый раз приходит в зал, ты получаешь немного сокровища, 13 монеток. А, первый бросок. Ну, получается, что это реально только на первой будет работать. И с этим как раз таки, что он остается навсегда, но не будет вообще работать. Хотя вот интересно все-таки... Ну да, да, да. Не будет работать. Механик это... Как это... Просчитывается одна и та же. В мобе есть кровокамень, соответственно, урон по нему выше. Но в нем по факту его нету, но все равно это не особо зайдет мне. Ну да. Это вот хорошо было бы, знаете с чем? С тем, что не застревает во врагах. Но я хотел бы взять Артемиду, поэтому мне это не зайдет. Шкала богов заполняется автоматически, по-моему, мне это не особо надо. Вот 13 монеток, то... Казалось бы, редкий дар всего лишь, но я возьму его, ребят. Я не знаю, если кто-то мне скажет, что сейчас и почему было бы лучше, мне будет интересно послушать. Но мне кажется, что для меня сейчас приоритет именно на это. Я пойду, наверное, за гранатом особый удар наш улучшать. Так, мы больше разгоним потенциал для нашего забега, наверное, что ли. То есть у меня примерно вот... Оооо, сколько мобов. Надо знать, что делать. Надо их быстро гасить. Потому что пока у меня идет баф от Посейдона, я их разнесу очень-очень внушительно. Ай, как смачно. Так, он где там? Мы сразу же редко дышали. И еще на тебе. Сейчас появится. Ооо. Ох, нифига тут другие мобов появились. Я думал, сейчас еще пачка магов будет. Здесь у нас появились бомбометчики. С этими гранатами. По-моему, я сейчас чисто своим особым ударом бью. И, короче, мне больше ничего не надо пока что. По-моему, мне и так норма. Ничего с тобой делать. Ммм, каеф. Моб опять уходит за лаву. Ничего, мы так... Мы так достанем, в принципе. Я вот не знаю, как у нас именно повышается на 60% плотность комнат. У нас больше волн получается. Или волны сами по себе более насыщенные. Потому что сейчас было очень много мобов. Одновременно появлялось. Это ощущалось. Критический урон увеличить. Атака, особый удар в первые секунды. Критический урон по-любому. Я рассчитал, что мы найдем... Стоп, стоп. А, там. Там хп. Давайте еще разок. Я рассчитал, что мы найдем себе усиление особого удара. Но мы нашли другое. Ну, криты тоже универсальненько. То, что нам надо, в принципе, качать. Сила критов. Там, по-моему, что-то я прокачал. Да, или мне казалось. А, я же с бабочкой. Мне же без урона надо проходить в бои. Точно. Я про это совсем-совсем забыл. Нифига себе, они заспамили как. Отлично, один готов. Где второй? Убежал далеко. Он сразу заспамит. А, он горит. Нихрена си, он прыгнул. И куда? Нифига, он умеет прыгать через всю карту вообще. Нормально, он так вылез из лавы. Мне нравится. Можно мне так же будут прыгать, а? Один готов. Еще кто? Естественно, еще таких же. Парочка наверняка. По-любому не один. Так, все, вот этого теперь. Ладно. Все, его лава добила. Отлично. О, нет. Нет, 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 нет. Ребята, только не вы. Эти, наверное, еще противнее, я не уверен. Давай, давай. Блин, у меня теперь получается так, что я больше буду путь в ПП на счет того, что реально постараться не получить в комнате урона. И вот он так и получил, и как бы из-за этого я буду слишком аккуратно. Я бы не хотел настолько сильно упороться, потому что это будет негативно сказываться на динамике, мне кажется. Поэтому, наверное, я не буду прямо настолько сильно заморачиваться с бабочкой, хотя это, по сути, потенциал, все такое, но... Ну, его в баню. Я уж на такой трюк много раз попадался, поэтому... Давайте играть просто в обычном темпе, скорее всего. Так, особо удар усиливается. Отлично, но что надо нам. Да, могли бы еще вот это прокачать еще разок. Ну, давайте все-таки вот это возьмем. О, Артемида. Отлично. Так, ну я надеюсь, что она мне даст усиление на основную атаку. Это то, что мне надо, и желательно, чтобы это было усиление более-менее сильное. Получаешь, что я на гернецах хоть и потратил. Плюс тир его удара, но при этом я взял самый-самый низкоуровневый удар, который мне предлагал. Не люблю эту комнату. У нас еще врата и ребуса после нее. А что ли я бы не хотим? Если там будет что-то того, что... Что-то, что того стоит, то, конечно, да. Ну, что с вот этой... Жестью делать, я прямо не знаю. Капец. Я прямо, я не знаю, как рашить таких мобов. Они просто, они же не оглушаются, нифига, еще. Как-то так, что ли, я не знаю. Просто нажимать на свой... На свободу атаку. То есть я абсолютно беспомощен против них. Я не знаю, что с ними делать. Я просто не знаю, что делать в таких ситуациях. Когда у меня моба во все стороны спамят и все. Я даже одного убить не могу. Чтобы стало хоть немножко легче дышать. Блин, да я в этой комнате... Слушайте, это реально одна из самых противных комнат. Неоднократно она мне попадалась, я в этом убеждался. Но когда здесь еще мили, это прямо смерть. Потому что я одного врага бью. Допустим, да? Могу одного контрить. Но другие-то не дремлют в это время. Слушайте, реально, у меня в таких комнатах это прямо... Прямо жесть, мне кажется, немножечко перебор. То есть... Что в них делать, я не понимаю именно. Потому что могут спамят очень сильно. Давай, давай, добей его. Тихо-тихо-тихо-тихо. 4 хп. Чего вы хотели? Попади же по нему, наконец. Ну это какая-то жесть. Серьезно. А, знаете, в чем проблема еще? У нас же... У нас же, да, у нас же насыщение комнаты усиленное. Шагала богов заполняет быстрее контактную крит-урон. Не знаю. После нанесения крит-удара метка распространяется. Это круто. Хотя крит-бросок я хотел бы, но метка эта получается по цепочке. Почему я это объяснял прошлый раз? По цепочке, потому что как бы враг получил крит, синий враг получил метку. Я кританул его, метка, то есть я по нему кританул, соответственно метка должна еще на кого-то перекинуться. Я это беру, это должно по цепочке, очень интересно работать. И мы нашли... О, кстати. А, ну там Арес, а здесь у меня как раз-таки Артемида. Надо было посмотреть, могу ли я Ареса поменять за свою монетку. Но меня Артемида интересует как раз-таки, поэтому... 13 монеточек. Кто у меня тут вообще? Я никого не вижу. Ага, понятно. У меня тут один удар, и я погиб, да? Примерно так сейчас. Получается все. А в смысле я не ударил, судя по всему? Нифига какой дамаг, конечно, там влетел сейчас. Так, не забываем, кровокамень запускает ради буста урона. А в смысле он меня ударил? Я даже не видела этого. Ну, слушайте, какой мы реально можем дамаг порой вливать? Хотя, по-моему, там я могу еще, может, в стенку запундюрил. Просто. Научиться бы попадать, постоянно руки делая. Оп. Это уже почти не хукуш. В последний момент вернулся. Отлично. Так, давай сразу грудующий липов гасить, наверное. И нам еще помешает неоднократно здесь, если ее не вынесли сразу. Вау! С другой стороны, абсолютно. 350. А вот, смотри, метка прокает. Да-да-да. Видно как раз. Наглядно. Правда, здесь у нас мобов. Слушайте, а метка для нас сейчас должна идеальна. Она мало того, что в комнатах помогает, у нас в комнатах много мобов как раз так ведь. Так, атака после рывка наносит больше урона. Неплохо, в принципе. Эффект с хритом наносит больше урона по броне. Хм, по бронированным врагам в два раза больше урона иметь. Но на самом деле вот это постоянно будет работало. Как не бронированные враги будут достать проблемы. Ладно, я возьмусь, а вот это все-таки это сильный баф очень. Так, я пойду сюда, да-да. Мне нектар нужнее, тем более, что нектар от еще и даст мне гранат. Почему бы и нет? Так что пускай будет. Кто у нас тут? О-о-о! Какая тут патька. Это главное не... Ух! Главное на бомбочку после их смерти не попасть. 435! Нехилый такой-то урон. Оп! Отлично ушли. Это я ищу кроваками. 680... А, ну эту стенку... А, нет, такому было. Сам несколько раз... Стоп, нихрена себе! Это мог по бизнесу называется? Он находился вообще в другом месте. Ну только, как ты не совсем сейчас понял этого момента, если честно. О-о-о! Видали, как по цепочке все разнеслось? Вот это мне нравится. Так, единственное, что... Я, получается, я защиту критую в одного мова подряд несколько раз. А не распределяю метку туда-сюда. Да, я должен именно по-моему массово бить, чтобы эту метку автоматически регулярно прокать. Так, либо Харон, либо ХП, либо Гранат. Ну, я думаю, Харон, очевидно. Здесь уж точно. У него мы идем либо ХП ап себе, либо Бориген, либо... То есть, это и то, и то я хочу взять. А у меня этого нету. У меня есть по Сейдону. У меня есть усиление, я усиление сразу возьму себя. Так, идеально убийство плюс один уровень. Это что такое у нас? Это что такое? Это у нас... Нет, я не понял, что это пока что. А, вот это самое, да, да, да. Критический урон просто повышен. Так, что я у Пасейдона могу взять? Я могу взять у него какие-то не бросок и не основную атаку. Что-нибудь другое. Давайте купим, я думаю, что найдем что-нибудь такое. Во, получи, например, все рандомные тот самый. Вот, ценность изрождения, как раз таки, это то, что я говорил, у него может выпасть для забега через золото. Я, наверное, возьму вот это все-таки, потому что мне сейчас ХП нужно, иначе я метку, как его, воскрешение потрачу просто на Гидре. Скорее всего. Тем более, что ресурсы мне тоже пригодятся, хотя там будет... То ресурсов дало бы больше, да. Ну, нахрен-то с ним. Это не всем тот дар, который искал. Зато этот дар можно смело продать, кстати. Точно, надо бы про это не забыть. Так, у нас с фиолетовыми надрогами. Я не помню, кто это, опять же. Их много видов просто. Так, пока не ясно. Ага, и так это расстреляет. Все, понятно. Так, первый фазух. Ты же неплохо так ее разнесли. Давай, где вы первая? Вы посмотрите, как я мелкий-то, а, выношу? Как я мелкую разгасил. Так, следим за тем, что основная может у меня как раз-таки стреляться. Это я больше всего опасаюсь. Ох, как метка распределялась сейчас. Круто, а? Тихо, тихо, тихо. Давай, иди сюда. Стреляй. Стреляй, 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 давай. Нифига, она пальнула, конечно, мощно. Я не хочу, когда в лаве она стоит, мне ее бить неудобно. Вот так вот критами на прописывали. Хороший урон. Тихо, 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 тихо. Страшно, страшно. За хорошо, что на гидру хотя бы не работают усиления мобов вот этих количеств. Потому что, этим мобом считается особенным, зато, по всему. Прокиньте, было бы еще больше этой мелочи. Появлялась бы. Там и сказано в обычных опутах, а не в ком-то с боссами все-таки. А вообще, как это я так залез? Вау. Нифига себе, их много. Что-то я не могу сейчас за все контролировать уже. Не получается так стабильно. Так, у меня уже почти зарядился мой... Как вот это вынести? Я все пытаюсь. Крошу, где-то рядышком стою. И что-то как-то не очень успешно. Так, знаешь, что я сделал? Я вот так сделаю. Надо не звать про наш. Про наш дар. Про наш зов, точнее. Как они там все около... С лавой еще столпились. А, потому что они лаву и запускают. Как раз так, судя по всему. Вау. Допали. У меня там... Гонщики, судя по всему, за окном. Она прямо такую трещину сделала. Ну и что, ребята, с вами делать, а? Что? Как к ним подойти-то? Да, здесь лава сплошная. Еще одна готова. Наконец-то. Просто через метки. 8 хп. Мало совсем. Ой, не ту. Я хотел бросок кинуть. Я хотел сделать бросок. Нифига себе она запускает уже. Так, ну давай, давай, давай. Тихо-тихо-тихо. Хорошо. Я не хочу тратить вторую жизнь. Здесь, сейчас. Она сейчас только запускает их, да? Она, походу, кроме этого ничего не хочет делать. Она сейчас возьмет и сделает удар по земле. Так, прячемся. Давай, добей ее уже. Хорош, фух. Не потратила все-таки второе воскрешение, но мне надо бы хп-пул все-таки свой повысить, потому что сейчас у меня здоровья уже как-то маловато. Чувствуется прямо. 95 хп все-таки. Если мы найдем где-то, надо зажать на 200 золота, на всякий случай держать при себе. Может быть. Но. Так, во-первых, продать здесь... Продать здесь то, что я здесь не вижу. Продать здесь то, что мне не попало, к сожалению. Ладно, что у хорона? О, есть непонимение смерти. Это то, что как раз я хотел получить. В принципе, давайте. Так, что я дальше беру? А, у меня бабочка была. Сколько она сейчас дает мне бонус? Я хоть одну комнату прошел без урона вообще? 0% к урону. Я ни одну комнату без урона не прошел. Серьезно? Пипец. Я просто не обращал на это внимание. Ее надо бы как-то брать сначала, может быть. Так, что мне может быть еще пригодится такого? Врата хаоса уже поздновато, наверное. Планини не надо. Конкретно какого-то бога я даже не знаю. Посейдон, Зевс. Может, это было бы себе взять. Это хотя бы мне пока что давало бы бонус на атаку, потому что она до сих пор не прокачивает. И бросок тоже. Но если мы найдем, это станет бесполезно сразу же. После урона получил невосприимчивость на одну секунду. Три схватки от... От босса игнорировать. Больше урона куда мне мало хп. Я не знаю. Разбитые урны могут содержать предметы, восстанавливающие хп с вероятностью 3%. Может, это взять по приколу? Хотя не настолько мне прямо нужен реген. Я просто не знаю именно, что мне здесь брать. Такого было бы полезного. Потому что все, что может хоть немножко пригодиться, как, например, перышко или бабочек, их надо брать вначале и желать, чтобы они были прокачаны. Все остальное здесь примерно одно и то же. Потому что дары богов мне не нужны. Я наразимся просто золото тогда. Хотя бы 150 монеток будет. Это как-то тем, кто говорит, что я там, не знаю, там, сувенир какие-то новые не беру. Потому что большинство сувениров просто как-то... Не то чтобы особо прямо нужны. Есть одни конкретные, которые полезны всегда и везде. И есть остальные, которые очень редко нужны. Прямо очень редко. Так, идем за молотом Дедала. Второй молоток. У меня первый какой был вообще? А, ну на двойную основную атаку надо, точно. После рывка. Поэтому надо не забывать все-таки рывки делать тоже. Вау, попал. Да, с этими, конечно, я туда-сюда буду так мансовать и... Стоп, стоп, добери его. Добери. Ну, не с ним. Я снова забываю, ребят, что они... Воскрешаются после смерти еще. Так, тихо-тихо, иди сюда, давай, да. На ловит 500 урона. И он живой при этом еще. Офиганит толстые. У меня дома, конечно, без этой самой, без критов вообще нет на основной атаке. О, нет, бабочка мета снова. Ну, куда, собственно, без них? Да ты серьезно попал с такого расстояния по мне. Я вот сейчас не знаю, я стрелу эту могу вообще отбить? Да, вроде могу. Но особо делать с тобой не хотел бы, наверное. Вовремя использовал Афину, кстати. Эти готовы. Со здоровьем определенные траблы есть. Тихо-тихо-тихо, не попасться. Так, давай, выпад наносит. Выпад это что? При использовании мяча каждый треть атака. А, это и есть и выпад, как раз таки. Получается 40% шанса нести критический урон. Ни хрена себе. Особо удар бьет по личной области, носят больше урона. Атака установит КП. Можно области взять тоже. Это сейчас бы нас заточило. Но я возьму вот это, потому что это то, что нам надо на криты. Это прямо идеально для нас подходит. Так, у меня есть нет хорона, да? Ты знаешь, что хорома в градиных комнатах, просто я эти комнаты сих пор не запомнил. Вау, ребят, что мы нашли прямо хорошие для нашего. Для фокуса, для нашего забега. Это вот единственное, что это надо, конечно, доводить свою атаку до третьего удара. До выпада, то есть. Это не всегда может быть удобно. Опа, 90. Без крита, к сожалению. 312, нифига себе. И уходим. От ловушки трат. Ух, тысяча. От чего тысяча от ловушки? А, может быть, потому что в спину ловушка. Кстати, я об этом не задумывался. Что в спину ловушка будет еще сильнее бить. Колесница. Одно время мне колесницы вообще не доставляли проблем. Потом как-то они мне начали очень даже сильно кумарить. всякие такие наезжающие на меня атаки. Отлично. О, он сделал такой-то тоже такой удар по земле, как будто бы. Хорошо, красиво справиться. У меня 6 хп вообще. Ну, я так агрессивно делаю здесь все. Так, есть бросок. Обычный, правда. Любая атака может быть критически с 2% шансом. 2%. Это очень мало, конечно. Ну, серьезно, это не густо, типа. Я бы это, может, взял бы, не будь у нас вот этого. Все-таки вот это, мне кажется, даст больше импакта. Хотя, не знаю, насколько прямо так. А, либо эффект критически по броне бьют сильно. Это было бы, кстати говоря, хорошим бустом. Блин, это было бы очень хорошим бустом. Знаешь, что я возьму себе вот это. На этом этаже реально могут с броней доставляют огромнейшие проблемы. А вот теперь вопрос, хп или хорон? Хорон хорошо, но если у него не будет хп, будет обидно. Давайте к хорону, ладно. Это хп сейчас еще, пока она там, пока я защищу комнату, у меня уже не подавидно линия прокнет. Ах ты же, блин. А у него нету хп. Окей, тогда берем гранат себе. После рывка доп. урон. Криты большим уроном. Давайте после рывка доп. урон и возьмем себя филинг, допустим. Вдруг она мне даст что-то хорошее. Шкала боков частично заполнена. 25% кстати, неплохо. Атак становится сильнее, может отражать удары. Основная атака наша. Я бы хотел ее на криты все-таки прокачать. Когда ты получаешь урон, враги вокруг тебя тоже получают урон. Время активировать эффект отражения. Я на гордую останку возьму себе. 25% это одна шкала. Заполненная полностью. Так, Деметра или... Деметра мне не особо нужна. Так, и знаете, что я сделаю? Я вот сделаю вот так. Я поменяю. О, Артемида. А давай. Вот это давай. Я бы пошел на Афину, но решил прерольнуть здесь и поиспытать. О-о-о, остынь. Даже в этой броне я не смог победить тебя один на один. Возможно, мне не хватает подходящей подготовки, чтобы раскрыть ее полный потенциал. Я так понимаю, у тебя нет хороших знакомых, с которыми можно потренироваться, прежде чем ты вновь будешь готов встретиться со мной в бою? Нет. Царь Тесей занят своими личными тренировками. Сегодня ты будешь моим хорошим знакомым. Тихо-тихо-тихо. А он сделал 3-х в этот раз. Окей, надеялся на один. Ну, давай используем так тогда. Я его буду бросками закидывать по возможности. Пока он там вдалеке тут тупит. А, у меня же броски-то обычные, я же их так и не усилил. Ох, 364 зарядили за стол. Ох, в спину 416, кстати. Могли бы в спину делать двойные удары еще после. Вау, было риско. После рывка. Если будет получаться, будет, конечно, хорошо и смачно. Уворачиваемся. Ну, там все рубит, струбит что-то. Не настолько я прямо большой урон выдаю сейчас. Нет, 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 только не это, блин. Забыл про эту атаку жена, проще, если честно. Он снова заряжает эту тупую. Давайте, подъехаем от него. В этот момент я ничего не могу делать, кроме как закидывать его просто бросками и все. Ну, хоть 150 урона суммарно тоже выдали с них. Получается. Прыжег раз. Все, один прыжок был. Вау! Вовремя к нему подошел, конечно. Он после атаки остановит свои и имеет некоторое время тупик еще. Этими надо краски пользоваться. Прыжок. Второй прыжок. Третий прыжок. Все, все в одном месте. Вау. Прямо из-под его носа ушел. Так, следующая фаза. Сейчас он будет уже бить по земле и противно еще. Так, второго прыжка он сделал. Мне не надо делать постоянные рывки. Северя, по сути, моя атака... Комбо противоречит атаке после рывка. Они же не совмещаются, верно ведь? У меня либо одно, либо я делаю рыбок постоянно. У меня будет два удара. Либо у меня будет комбо, и третья атака будет сильная. Если бы у меня был бы еще один молодый дала, и он дал бы мне. Так что у меня атака входит в комбо. В серию атак будет входить? Тогда это так бы работало, конечно. Так, 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 поаккуратнее. Я даже не знаю, что эффективнее, на самом деле, пытаться сделать. Но гораздо проще делать просто тройную атаку, и все, я думаю. Вау! Я что-то не ожидал, что он резко так... Да, в конце такой был по косяк, конечно. Ну ладно, минус одно неполныние смерти. Волнует, что будет на ТСС астерия. Это все, все на босс, который доставляет мне проблемы. Кровокамень. Вроде я успеваю сделать особо удары и три атаки, чтобы довести ее до конца. Стабильно должен успевать. Но чаще всего, конечно, это будет не спину, а примерно вот так. Обидно, одна тычка такая, и неполныние смерти, как и не было. Ну ладно, хотя бы два у меня все-таки еще есть. И зато у нас Артемида. Давай, дай мне на атаку, пожалуйста. Просто атака получает 15% шанс крит урона. Крит удар нанести и 37% урона. Вау, ребята, мы нашли то, что искали. Просто топчик. После использования броска или атаки или особо ударов, опускается наводящийся стрела. Забавно звучит. После использования броска атаки. Или особо ударов. То есть каждая атака будет еще 12 урон на сейтбон. Забавно звучит. Причем издалека, я так понимаю. Окей, погнали. Вот сейчас все должно стать ощутимо лучше, мне кажется. О, кто у нас тут? Танатас. В прошлый раз ты меня жестко поставил. Не помню, никому ни слова. Вперед. Хоть бы не было колесниц и какой-нибудь поменьше бронированных врагов. Бронированных врагов я не успеваю с ней сносить. Они крайне противные. Так, это он вынесет, походу. Да, одного он все-таки. Мой моб! Хватит их забирать. Они еще восхищаются. Из-за этого это доставляет дополнительные проблемы. Здесь мне еще неудобно то, что они все около ловушек собрались. Вспавни их здесь где-нибудь, а? Игра. Так, у меня 26 хп. 29 тысяч. А, это его, наверное, урон был, да? Явно не мой. Что-то мне подсказывает. Хватит там колоколом своим. О, в смысле, они под неуязвимость еще были сейчас. Хватит он забирает мои кимы. Сколько осталось еще? Неизвестно, да? Их он много еще призывает. Вот зараза как, да? Он проигрывает. Во-во-во. Он не хочет завершать поединок. Падла такая, да? Как только все на моей стороне, он берет и быстро-быстро завершает, когда еще только-только бой начался. Так, все, я могу уйти. У меня Афина затащила. По большому счету. Потому что дальше он всех добьет, в принципе, и у меня будет больше, чем у него. Мне смысла нет особо трогать. Тихо-тихо-тихо. Главное, чтобы не хватать. Не хватить больше. Все, отлично. Так, но окей. Мне хотя бы сейчас еще 25 хп меня похеряют. Надеюсь, что, может быть, я еще найду комнату, где у меня колодец с хп. 25 здоровья. Так, у нас здесь что дальше? Хп, гранат. А здесь что? Самоцветы. Наверное, самоцветы я не буду сейчас получать, ребят. Потому что это... Скажется, плохо на забереге. Так, я вот думаю, куда мне надо пойти лучше. За хп или за гранатами. Я бы хотел гранат, но мне сейчас хп, по-моему, нужнее все-таки. В этот раз... Мне кажется, мы уже основное все собрали. Что нам нужно было. Хотя, как раз так, это означает, что мне сейчас гранат надо прокачивать в идеале. Гранатами прокачиваться, то есть. Упс, упс, упс. Че так много прицелов? Очень много лучников. Очень много лучников. У меня очень много кто целится. Идите, ребята, вы лесом, а? Вот так, вот так, отлично. Ой, хорошо метку распределили. Повезло то, что они все без брони, конечно. С броней просто они бы делали тройные стрелы, и их еще сбить нельзя было бы. А без брони, в принципе, и пожить можно даже. Еще целая пачка. Ай, хорошо. А вот это было косячное немножечко использование. Вау, последний момент, вот видели эту стрелу, которая слева сверху на меня сюда шла? Я ведь ее заметил. Я ведь не случайно от нее вернулся даже. О, молодец. Хе-хе-хе. Кто-то даже грамотно прододжил. А под этот, кто чуть не попался. Под этот очевидно. Хорошо, комната прошла. Еще берем хп себе. Так, хотя бы у меня теперь хп не мигает. Вот это мигание, это стыня, да. Но, конечно, догнаете. Страшно смотрится. Погнали за кимчиком. Нет. Чуть не попался. Сейчас был бы фейл наступить на эту стрелу просто, и все. Ай, хорошо. У меня тройные выпады, кстати. Это так и было запланировано, само собой. Но это не случайность ни разу. Одно умово там у другого так удачнее чем. Отбросили. Ай, хорошо. Так, давай это выносим. Убежим быстренько к этому. Кто еще остался? Ага, спавнится. О, нет-нет-нет-нет-нет, колесница. Колесница сейчас неожиданно была. Так, а давайте я вот в эту сторону, пожалуй, отойду. Давай-давай-десю. А ты в смысле? Он задолжил стрелу. Я не вижу, кто из них был с броней, кто из них будет делать тройную атаку, кто будет делать единорную. Это, кстати, такой тоже момент. Я вот не знаю, а эти мобы как-то отличаются, в принципе? После того, как у них броня слетела или нет? Визуально, то есть именно. Можно ли как-то отличить? Просто слышны, наверное, бешеные классы, мне просто мышки постоянные. Потому что так оно, по сути, и есть. Тихо-тихо-тихо-тихо. Вот этот странный лиг, как раз-таки, да, у него же броня еще. Еще было, можно было определить. Много мобов реально чувствуется. Отлично. Остался буквально один. Если этого успею убить, есть. В смысле? Не попался стрелы. Отлично, все. Было потновато это какому-то, я бы сказал. Опаньки. Хм. Это хорошо. Это очень хорошо. Это гидролайт, наверное, да? Я не помню, что там еще есть. Какие у него бонусы. Так, а по тропу мы уже давали. Да, мы давали уже на тар. В последнее время дребезжание боевых колесниц стало абсолютно невозможно игнорировать. Пронзительный смех, да и другие звуки. В этот раз ты и правда взбесил местных жителей незнакомец. Это комплимент, наверное. Должно быть этот эсэй и его новободный македонец. Значит, он постоянно нарезает крюки туда-сюда, в этой штуковине и хвастается. Позволю себе заметить, что твои визиты превращаются в настоящее представление. И да, вероятно, и в этом виноватый чемпион и его дружок бык. Уж извини, что мне хочется посещать ваше соревнование, но... Вот, возьми. Так, у нас есть бонус к урону, по-моему, да? А этот гидролайк краски. А, непонимение смерти восстановить. Вот, бонус к урону 60%, это, конечно, мощно. Гидролайк, да, и даст, типа, мне гораздо... А, он реально на 5 залов делает? Я просто раз думал, что на 3 залов он даёт. Я бы очень хотел это взять. Просто посмотреть на свой урон. Но чтобы не париться с счёт урона, надо, чтобы у меня хп было много. Я сейчас у меня его не настолько прямо так. Так, у хорону. У хорона я надеюсь найти ещё, может быть, артемиду. У меня ещё бросок и остаётся у неё взять. Это максимум, наверное. Эээ, нет артемиды. Что варьес, арес с броском? В принципе, можно использовать, конечно. Сначала возьмёмся гранат. Так, крит удара метка эта. Просто крит урон. Наверное, просто крит урон возьмём себе. Да, наверное. Хочу ли покупать ареса? В принципе, на следующем этаже я спокойно могу купить себе что? Знаете что? Я бы оставил себе на следующий этаж. Я возьму себе, кстати, хп. Во, точно. И оставлю себе. Я оставлю себе деньги, потому что на следующем этаже я хочу купить максимум гранатов усиленных. В таком случае. Арес мне, ну, ничего такого прямо не нужен мне особо. Посмотри, Астерий. Ненавистный богам демон вернулся. Чтобы быть поверженным нашей общей благородной яростью. Ненавистный богам? Тебе следует говорить конкретнее. Боги на моей стороне. Хотя, полагаю, и на твоей тоже. Почему они никак не могут принять решение? У меня те же вопросы. Они уже всё решили. Они встали единым фронтом против тьмы, как и я. За исключением Астерия, который служит свету. Давай же, послужим свету, мой друг. К бою. Сразу. А, тут у него просто была пятая копия и двадцать раз. Я уже думал, какой-то я щас так продамажил его хорошо. Не-не-не. Хорошо. Конечно, обидно, что нету этого самого. Нету броска у самого какого-нибудь. Я, кстати, мог бы, знаете, что сделать? Я мог бы хотя бы дать... Тесею хотя бы бросок дать, чтобы он, если где-то получит урон, получал его увеличение. Потому что бафта будет работать, верно? Ну, кстати, эти бомбочки... А бомбочки будут дамажиться? Нет, наверное, не дамажиться было. Мне кажется, скорее всего. Вау. Это было близко. 771 скрипта. Нифига себе он прыгнул резко. Чё-то не ожидал. Давай, разберём быка. И уходим. Чё-то там пастаешься. Чё-то, бин. Знаете, типичный злодей. Который просто своими... А-а-а! Длинными речами, и они его жёстко подводят. Хотя он-то как бы не злодей. Сколько? Тут и показалось. Чё-то показалось, что там 116 было. Ну, реально подключилось. Такого физически не могу. Да хорош! Я не успеваю делать три удара в комбо. Когда их двое, они ещё мешают сильно, так? Вау. Было близко. Вау. Это чё-то капец какой-то бой плохой. Всё идёт, как я не хотел бы делать-то. Куда ж ты берёшься-то, а? Так, всё, короче. Крошим его просто. Я должен астерист нести хотя бы за это время. В спину, в спину, в спину. Скоро дар закончится. Всё, я побежал. Да, хватит как! Я ненавижу эти атаки боковые. Я постоянно на них натыкаюсь. Серьёзно. Это просто зло. Я с этого босса... Не знаю, я охреневаюсь с ним постоянно. Ну, 32. Ёлы-палы. Как это плохо. Почти вы добили. Астерия. Почему проблемы с астериям, когда их двое именно? Астерий в принципе... Ооо. Ещё вот этому в колесницу. Кстати, по этой парочке я как раз-таки мог бы использовать свою метку. Спокойно. Кстати, в нём кровака мне даже нет. Какого-то хрена. Потому что он выворачивается от него хорошо. Давайте сюда. Только не на меня. Ну окей, я буду, короче, делать вот так просто. Я буду вдоль него идти и пинать его потихонечку. А что мне ещё остаётся? Я не хочу по дому с бомбом прыгать. А он только и делает, что катается. Я его буду сопровождать. Немножко иногда впадаю, но так, слабенько. Вот это было смачно. Мы ему почти колесницу сломали, кстати. Интересно, кто мне будет сейчас ему помогать? Я загадываю на Зевса. Не знаю почему. Просто-просто неинтересно угадаю или нет. Почему бы и нет? Почему бы и попробовать? Так, в другую сторону. Врики за ним. Так, у нас будет немножечко, будет два дара этих самых. Так, уронили его. Посмотрим, через кого он призовёт. Ага, Диметра, походу. Да, Диметра. У неё большие круги. Но, походу, немножко хаотичные, да? Или, мне кажется, может быть. А, ни хрена себе. Ни хрена себе, это что вообще? Это что? Это что такое? У меня Диметра впервые, походу, да? Нифига себе, жесть какая. Да откуда это тут? Откуда это вообще берётся? Это на его атаке усиление, что ли, ещё? Ну, это реально на его атаке такое усиление? На его атаке такое усиление, помимо того, что она сама по себе бомбардирует. Ну, ни хрена себе. Просто у других богов я особо усиление таких на атаках не замечал, если честно. Попробую ещё вылезать к нему. Серьёзно? Это прямо жесть. Это прямо какая-то полная задница. А чё так жёстко, Диметра? А давай ты не будешь так делать больше. Так, всё, наконец-таки зов. И сейчас... Кто меня может спасти мой забег, так это Афина. Афина может мне дать восстановление всех неполонений смерти, но она нам уже встречалась. Вот в чём проблема. Если я его не найду, мне будет хана. Наступает оригинальное завершение серии, и мы продвинем диалоги, которые идут после смерти нашей. Само собой. А, ну либо зуб можно себе взять, кстати. Либо на Афину поставить и надеяться на шару. Но это, мне кажется, прям совсем-совсем шара. Хотя эта шара может меня затащить реально. А если не затащит, то счастливый зуб хотя бы подстрахует, хотя с ним я всё равно могу этот самый финальный босс не снести. Но, по-моему, зубы-то всё-таки стабильнее. С ним у меня больше шансов. А сабудар, атака, 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 нет. В чём не то предлагает, а, вечно. У вас на и хп. Ну давай. Всё остальное не особо надо. А, стоп, а сколько у меня хп-то было? Я как-то не вратил внимание, а вратил. Сейчас, посмотрим. Нас интересует, соответственно, Афина. Да и, наверное, всё и колодцы Харона. Посмотрю, честно, что будем тратить золото. О, кстати, я там, по-моему, прокачал что-то, сменит. А, у меня же фиг гидролайты ещё работал. Капец, я тормоз, не надо блокилку хотя бы покупать. Я чуть не подумал, что сейчас я восстановлюсь так сильно. А у меня там Дионис, Дионис, Гермес. Ну такое. Что у нас тут? Артемида есть хотя бы одна. Может, мы бросок её найдём, наконец-таки. Давайте туда пойдём, наверное. А, кстати, мы ещё рерольных, может, Диметру и себе рерольных. Потому что я её, судак, не хочу сейчас, наверное. Так, это не страшно, что я немножечко пропустил. Это мы ещё в основном, я думаю. В этих комнатах, каждую комнатку по 3 хп и регать. В принципе, нормально получается. В итоге, главное, что подъед не попадать, конечно. Примерно как-то так. Ну, это, конечно, порезвее у нас было сейчас. Го, фу, хп и обратно. Хорошо. Золотишко. Увидел, сразу решил взять. Вообще, называй бросок использует тоже ради доп. дамага просто. Ну и чего. И чего я вам сделаю. Ой, щёк раз появилось. 410. 410. Хорош. Я вот так сделаю. Так, как только в яд не вставай в итоге. Хоть меня защитный от яда тоже будет спасать, я так понимаю. И от его получения, я думаю, я от его... Рун от яда, но всё равно в нём оказаться по происшествии, по заканчика, когда по окончании эффекта взова не хотелось бы. Вот там и стоите, ребят. Вот там и стоите, стоп. Я и буду реально толкиваю туда. Их чеш-то ловушка загасит. Вот там... Не-не-не-не. Ни хрена, ребята, вы здесь распространили, конечно, яда. 132 хп, 18 хп потратил в одной комнате. Опа. Смесь от ловушки. Если бы нет ловушка... Вот здесь чувствуется реально плюс 60% моба. Это же очень много, на самом деле. Я когда у хаоса брал там плюс 40%, я уже охреневал. А тут на постоянной основе такое. Так, у меня тут тоже опять ничего интересного. То есть я ищу именно дар посейдона, чтобы взбагрить. Который мне дал единоразовый баф. У меня была мысль, что может быть такие дары нельзя взбагрить, но это как-то я даже не знаю. Потому что их как бы взбагривание не дало бы никого у меня дабаф абсолютно. Поэтому это было бы как бы чисто выгодное решение. Практически всегда. За исключением тех случаев, когда у тебя этот дар нужен для какого-то... Для какого-то двойного дара что-то получить. Если подобное что-то есть. Конечно. Но так в целом... Очень уж выгодно было бы сдавать подобное. Кстати, надо не забывать, что у меня со старта заряжен всегда один зов. Я про это постоянно забываю. То есть я могу сразу использовать в любой комнате. В каждой комнате есть смысл использовать зов хотя бы по-раску получается. Ой, хорошо защитились. И сейчас тоже вовремя так. Есть. Так, этого почти снесли. Вау, тридцаточка! Ловушка прилетела. И яд. Как хорошо комната начиналась и как плохо она закончилась, да? И то еще не закончилась до конца. Не-не-не-не. Вот это вот давайте снесем, пожалуй. Тоже может быть опасно. У меня реально весь урон либо от третьей атаки, либо от рывка с атакой. Вау. В стенку прям проворачивался. Эту стенку заготили. Все. Потратил КП под конец больше, чем хотелось бы. Бросок нашел, ребята. У него шанс к ритаку здесь получается тот же, но просто урон от броска повышается. Ну что, я это и беру. Фулл Артемида просто, посмотрите, настолько, только этот сам, только зов не от Артемиды. А так мы полностью через нее. Кстати, я сейчас не подумал, знаете, что я забыл про чекать. Возможно то, что надо было чекать сразу же. Это вот это. А, макс количество кровокамней. А у меня вообще ничего нет для этого. Легендарный дар ее в краске. В принципе, это можно было бы, чтобы спамить чисто ее бросками, ее кастами. Ведь у нас каст ускорен. Блин, это можно было бы поиграть через это, кстати. Вполне. Учитывая, что у нас каст. Давайте берем. Атака после рывка наносит больше урона. Шкала на 42%, прикиньте. Так, метку я не буду брать. После атаки, да, да, вот это берем. Вот это берем. Потому что это будет работать на боссе полноценно. Так, я хочу, наверное, берем себе вот это. Еще Артемиды, елы-палы, вот эта крутизна. Но, наверное, сначала я пойду сюда, за хп, чтобы у меня просто, если я встречаю колодец хорона, чтобы он меня херял сильнее. Вот зачем. То есть просто из таких соображений, что это рациональнее сюда пойти сначала. Да ты серьезно, что ли? Капец, как их ног. Хватит, ребята, хватит. Я даже не замечаю просто, как эти крысы атакуют. Именно анимации к атаке. Капец, их много. Как саранчины летел. Я еще там под пиву попал. Да, начало кому-то было такое себе. О, колори с хорона, кстати. Что, давайте, я вас буду отсюда гасить. Я не хочу к ним подходить. Идите в баню. Ну, кто такие? Идите нафиг, как там говорится, да? А, вот, я вижу их атаку. Она почему как-то... А, смотрите, они атакуют вообще постоянно. В движении атакуют. Они не останавливаются на атаку. Они атакуют даже вон оттуда. То есть даже когда им до меня-то далеко. Они все равно пытаются атаковать. Бешеный крыс. Давай хпшечку. О, это тоже неплохо. Это то, что я беру, собственно. Там, в принципе, в магазине я купил уже то, что я хотел. Дионис меня не особо интересует. И Гермес. Ну, не обязательно прямо так. О, да. Вот когда мне дают врага, которого я могу просто на халяву так вот гасить. Вот это, конечно, кайф. И здесь я взялся в этой комнате. Прямо из центра вылупался. Не знаю, от чего. А, кстати, я только сейчас задумался, от чего срабатывает эта штуковина. Она срабатывает, когда я на нее наступаю или просто сама по себе. А вдруг она срабатывает, когда я наступаю именно. Так, 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 а, нет, нормально. Я испугал, что это маленький грызун. Но это тоже неприятный монстр. Но зато она хотя бы одна. Не так, как это у нас в прошлый раз. А, она спавнит маленький крыс еще. То есть они спавнятся в этой комнате с ней. Чтобы жизнь медом не казалась. С этим 878 неплохо. Я думаю, что мы ее загасим. Тихо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Попали. 90 урона только. 90. Давай, ну третани же, а. Хотя с особого удара я же себе баф. На основной атаку только получаю. Нина. Нина просто. Да хорош, ну серьезно, что ли, ребят. Капец вас там. Неприятный мобок. Я даже задумался, что того, какой домок для меня самый неприятный на каждом этаже. Тоже на каждом этаже есть кто-то такой, кто крайне-крайне против. Слушайте, сколько нерс золота за весь забег выдается с вас. Чуть их порой бывает встречается, там, не знаю, в одной комнате, там, где-то 3-4 ваза с золотом. Это ж очень дофига. Из-за того, разве что Дионису куплю, либо постараться на гермес накопить, хотя это вряд ли будет. Не верен накоплю или нет. Кстати, я могу еще поменять? То есть я могу изреролить сколько влезет, да? На обычных? Ау, стоп, стоп. На обычных я не помню, кстати. Потому что сейчас я перезашел, у меня как бы обновилась эта комната. Могу ли я реролить подряд просто? Или это только касаемо, касаемо храма стикса получается? Ну, погнали сюда, допустим. Надеюсь, что с этой комнатой справимся, она будет усложненная. Усложненная комната, сам делу, типа, изначально я не обращал внимания вообще, когда начинал играть. Но, сам делись, очень чувствуется разница между обычными комнатами и комнатами с черепами все-таки. Они прямо намного сложнее бывают. Крыс здесь тоже много, конечно, у нас. Ну, мне кажется, так вот интересно, царя. Только буквально как-то начал серия, я вот так вам подумал, что поменять себе. Знаете, самое, за наказание в факте. Не упарываться постоянно, знаете, типа, я уже проходил игру сам с 15 факта, поэтому надо проходить игру только-только с большей и так далее. Знаете, у меня бывает такая тема, что хочется постоянно прогрессировать, но это не всегда бывает, получается, вот так вот в играх. А то бывает такое, знаете, что где-то бас-то в начале игры победил за счет шара какой-то, а потом, как бы, обидно возвращаться на неудачный забег. Хватит меня кусать! Капец, слушайте, эти маленькие крыски-то какое-то зло. А теперь представьте, что будет, если они будут ускоренные на 40%, а? Их будет так много! Какие они мерзопакостные все-таки! Так, а это у нас оказывается... Ой, как хорошо даже. Я даже рад, на самом деле, потому что мне хп уже как раз-таки пригодится. И у меня не будет усложненной комнаты. Шкала могу заполняется быстрее, когда они сносят какие-то крутые удары. Враги получают урон, когда из них выпадают застрявшие те самые. Урон от выпадения 120. А вот теперь вопрос, считается ли выпадением, тогда он возвращается. Скорее всего, нет. Скорее всего, не считается. Мне кажется, я возьму все болевые точки, это 4% крита на все. Кстати, золото. И восстановить себе хп, правда, далеко не все. Так, я хочу еще сходить, наверное, за гранатом, получается. Мы могли бы гермеса купить, если сходим и туда, и туда. Скорее всего, хватит. Потому что 100 золота здесь, плюс еще вазы, плюс еще здесь комнат. Ну да, там в 90-м они так по-любому наберется. Я даже не знаю, что я могу гермес найти такого, что меня прямо затащит и что окупит. Хотя эти комнаты обычные. Они без какой-то элиты. Хотя и обычные комнаты финальные здесь достаточно тяжелые бывают. Сколько раз я пытался окупиться в комнатах, и это у меня не особо получалось в итоге. Что-то кристаллы-то, а? Дерзят. Опа. Запиндюрил другую часть комнаты вообще. Давай-давай, я подожду. Они по очереди вообще, рассинхрон пошел у них. Я снова забыл про... Про... Зов в каждой комнатке. Да. Есть такой кассивор. Идите сразу просто нахрен, ребят. Не подходите ко... Не подходите ко мне, ребята, пожалуйста. Не надо, а? Не надо. Маленькие крыски. Они еще так бегают, а так ползают. Суетливо. Кстати, я только один колодец хорона нашел. Может быть, мы могли бы встретить еще где-нибудь какой-нибудь. Одну штучку. А вот и он, кстати. Лёв, как-то в амине. Хорошо их прерывать, как только они начинают атаковать. То есть смотреть, кто будет атаковать, и сразу именно в ту сторону метаться и делать особый удар. Так, еще одно непонимение смерти. Хм. Вместо гернеса тогда. Тогда после этой комнаты я сразу выхожу. Да, и, кстати, это есть смысл, потому что я еще могу себе вот это взять. По броне иметь. Бонус айл, значит, я тоже возьму себе это. Знаете, рассчитан на что? На Аиде есть... Эти пепельные мобы, я не знаю, как они называются. Особо-особо сильные. И у них как раз-таки есть броня, и капец какие-то толстые. Это нам сильно упростит бой с ними. Мы сейчас просто, по сути, на храме стикс. Затащили наш забег. Мы просто вывели то, что у нас с Аидом не будет никаких проблем, я думаю. У нас два непонимения смерти, пусть еще зуб. Не надо было начать брать зуб, ладно. Хотя я кинул тоже с нас особо не было. Так что ладно, так что не страшно. Добей его. Я про наш бросок постоянно забываю. Привет, у-у-у-у. Вот это было смачно. Прилетело мне по тупе. У меня, по-моему, 3-ть атака даже без крита очень сильно дамажит, кстати. А с критом-то и подавно. 389, я не знаю, это крит был или нет. Наверное, все-таки крит, да. Без крита как-то многовато слишком. Да, это явно крит. 389 крита. Принципы не плохого урона. Учитывая, что это крит обычных атак. Так, атак после шкафа наносит больше урона. Школобаков. Ну да, наверное, вот это. Остальное такое имеет не настолько высокий прямо бонус. Я беру себе, соответственно, одного лишь Диониса. Не знаю, чтобы не выпало, это будет положительно. Можно взять ими нектар. Просто потому, что нектар это то, что мне просто забав на будущее. Если хп уменьшилось, снова становится. Используем фонтан. Ну да, прям это. Это еще и, кстати говоря, даст еще 20 хп. А, и это, кстати, рвок охотников не прокачало. А теперь у меня есть два бафа. А, у меня урон краски прокачатся сейчас на 30% и по броне урон. Принц Агрей в очередной раз протягивает серверу. Один из его излюбленных мешков. То есть у нас сейчас урон был повышен в таком источном. Ну и что ж. Вот так у нас сейчас получился такой сфокусированный забег. С упором реально на криты. С артемидой. То есть у нас не было каких-то эффектов, типа там электричество, там яд, мороз. Ославление врагов у нас просто криты. Просто мы фигачим. Просто мы бьем. Ну что, батек, ты все еще ничего не понимаешь. Он нам обещал, по-моему, нас быстро отправить, да? В следующий раз. Это как раз в следующий раз наступил. Я сделал практически все, что в моих силах, чтобы предотвратить это. И все это зря. Мойрам недостаточно было взваливать на меня земные недра. Они продолжают насмехаться надо мной. Возможно, они считают, что ты ошибаешься. А также, что ты упрямый, чрезмерно контролирующий и жалкая пародия на мужа и отца. Пародия на мужа и отца. Разве тебе не ясно, что я пытаюсь решить проблемы, созданные тобой? Раз уж ты не хочешь заниматься этим самым. Ух, у меня бомба лейла вылована в месте Аида, конечно. Ты прав. Хотя это, по сути, правда. Да, ты прав. Я не хотел этим заниматься и принимал решение, пришедшее к этому. Я любил ее. Да, любил со страшной силой. Но сейчас, кажется, я лишь оттягиваю неизбежное. Ступай. Ступай к ней. Но если с ее головы упадет хоть один волос, я обрушу свой ужаснейший гнев на кого угодно, кто будет повинен в этом. Включая тебя. Он меня так отпустит, что ли? Что? Ты просто так отпускаешь меня? Да ты всего лишь боишься, что я вновь повергну тебя. Ты это серьезно? Ты не молчи. Ты сейчас с него запровоцируешь. Ступай, пока я не передумал. Серьезно? Камон, нахрена? Я просто покупал это все. И трясся за золей, хотел тебя победить. Слушайте, а вот да. И мне писали, и у меня было ощущение такое тоже, что Аид в последнее время становится как будто в нашу сторону. Кстати, мы не можем нектар дать ему? Набухать батькам в этот момент. Вау. То есть он постепенно начинает понимать отношения как меняются. Вау. Прощай, отец. Вот такого поворота, я думаю, не ожидали. Многие, кто не знает, собственно, игры, как и я. Не играл в нее, не смотрел прохождений. Многим интересно, вероятно. Сюжетная часть, я бы хотел ее завершить. А после этого уже сделать какие-то еще конкретные сфокусированные забеги. Вау. Может быть, мы сможем теперь ему дать нектар, кстати, у меня есть такая мысль. Мой сын. Мама. Мама, постой, что здесь происходит? Что-то изменилось, по-моему, да. Она и стоит там в другом месте. О, за Грейм, мы почти разменулись. Честно говоря, я надеялась сделать тебе сюрприз. Какой сюрприз? Мое возвращение. Я иду домой. К Церберу, Никте и твоему отцу. Ууу. У меня мураш по коже прошелся. Блин. Вау, ребят, вот это нежданчик сейчас. Это правда? Мама, ты не жутишь? Правда. А теперь помоги мне создать оставшиеся вещи. Собрать. Еще несколько неупакованных безделиц. Так, на всякий случай. Если поторопимся, может, ты сможешь пойти со мной, чтобы не возвращаться привычным способом. Ни одна мать не пожелала бы это видеть. Да, я тоже об этом подумал, что у нас-то как бы ускоренное возвращение. Обратно будет у нас пойти с тобой, но... Постой, как ты хочешь вернуться? Я не заглядывал так далеко вперед. Кстати, да, мы только входили сюда, но обратно-то мы не двигались. Так уж сложилось, что я знаю кое-кого, кто готов нас подбросить. Кажется, я знаю, кто это. Харон? Харон же, Харон? Харон? Да, братан! Не сомневаюсь, у него хватает мне отложных дел. Так не будем же задерживать его сына. Пойдем. Ай, красавица! Ай, лепота! Вздыхает. Я все еще жив. Но как? Ты плывешь по реке Стикс, царством им смертных позади. Не могу в это поверить. И я. Сердце из груди выпрыгивает. Спуск по реке — лучший способ напомнить о себе, что пути назад нет. Она взяла вещи там всяких фруктов и так далее. Согласен. Но даже после всего, что произошло, мы будто бы только что встретились. У меня столько к тебе вопросов. Думаю, у нас будет много времени для этого. А сейчас лучше вести себя тихо. Притворимся, что мы просто две усопшие души, отправившиеся в последний путь. Да. О, боже, как это... Как это, блин. Я не ожидал, что это так... Она еще взяла свои всякие прелести из наземного мира, то есть из мира смертных. Возможно, покажется, что он тоже чем-то прекрасен, скажем так. Ай, так как я так понимаю, он не особо его жалует. Не особо его любит. Какой кадр. А разве это не Орфей? Орфей за... Повсюду снег. Мама. Он начал музыку играть. Внезапно. Стоп. Из них наша жизнь теперь поется. Ребят, мы прошли игру. Сюжетную ее часть. У меня столько вопросов остается, если честно. Может кто-то хочет послушать музыку, я не знаю. Кто-то наоборот хочет каких-то... Выводов. Я, честно говоря, сейчас вообще в шоке. Дополнительная благодарность, как немножко текст съехал. Да, потому что русская локализация, там как бы слова по-другому. У меня самый большой вопрос остается. А что будет с богами Олимпа? То есть, слишком будет как-то палевно, если мы перестанем пытаться выбраться. Они же думают, что мы пытаемся выбраться, чтобы не перемкнуть. А мы ходили к Персифоне. Персифон ему вернули, и, соответственно, возникает логичный вопрос, что типа... А что это он не хочет это самое? Не пытается выбраться. А что там произошло? И как бы Персифон... То есть, мы достигли цели, но они об этом... Они думали, что у нас другая цель. А если они узнают, что Персифона вернулась? Вау! Как она же внезапно их сделала. То они же, блин, камни на камне оставят. Блин, у меня прямо вопрос остались. Может, все-таки это еще не завершение какое-то. Может быть, это как бы... Первичная концовка, а дальше еще какие-то будут разъяснения, и я где-то ж не знаю. Какая красивая музычка такая. Такое хорошее завершение. Какая-то есть всплывание такое. Мимо всех локаций, кстати говоря, которые мы проходили как раз-таки. Сейчас мы мимо Элизиума. А дальше, я так понимаю, у нас будет... Хорошо оформили Асфадель, да? Да, он самый. Лава просто везде. Блин, вот хорошая игру сделала, реально. То есть она и... И вот как-то... Не знаю, слушай, все мне нравится. Действительно, у этих разработчиков мне как бы близок. Хотя транзистор, например, мне не особо зашла игра, если честно. Здесь, например, вот это все подается как-то так. Подается гораздо... Как это сказать? Гораздо структурирование, что ли? В транзисторе как-то там начался сюжет, и я как-то аж... Недоумевал, типа, что вообще здесь происходит? Что там, что там и как? Тут хоть я не осведомлен в его металлогии, но некоторые моменты, то есть даже если вы не знаете, не шарите в этом, это интересно что-то узнать. Я в детстве когда-то где-то до пятого класса, наверное, интересовался в металлогии. Я помню, там и рефератор любил там делать металл, как-то докладывать, что-то такое. Про Геракула и так далее. Само собой, там, смотрели Геракула, из-за этого, например, левого года, да, и так далее. Помнит лайк, да, что называется. И все такое. Тогда когда-то я этим интересовался, я помню. В принципе, такая тема интереснее. Здесь абсолютно тоже вам что-то такое почерпнуть. В сфере допутное. И при этом это все подано, знаете, вот. Когда это подается, например, в школе или где-то еще, далеко не всем это будет интересно. А вот если так подается, что... Ты хочешь прямо это узнать? Насколько подача реально может сильно решать, а? В том числе, как я сейчас об этом задумался. Я даже не заметил, как мы сейчас проплыли уже. Мы добрались. И мы как раз-таки на этом причале в начале и... Приходим. Интересно, прикиньте, насколько это нежданчик для Аида будет. Ёлы, вау. Мне неловко, но... Я не знаю, как попасть внутрь. Кроме как, ну, знаешь, привычным способом. Черт. Но я думаю, что ей откроется дверь. Все в порядке, я разберусь. Именем царицы Персифоны. Открыть врата. А, ну да. Она-то как бы тоже власть имеет. Она что, тоже, мягко говоря, не последний человек? Блин, ребят, слушайте, серьезно, кто не играл? Я думаю, что вообще не ожидали. Семейную тайну дали очивку, не знаю, вы видите ли нет. Немало дней я ухаживала за этим садом. Или ночей. Здесь нелегко определить время суток. Однако, все это заняло куда больше времени, чем я ожидала. и он такой прямо прямо как пронившийся как будто персифона я офигеть представьте насколько насколько он в ступоре был бы просто сколько он обескуражен ситуацией что он нас останавливал а мы ее вернули сервер я так соскучилась по тебе поеду ты как всегда верен своему долгу мне жаль знаешь что мне жаль блин аид ты выглядишь уставшим но тебе следует извиняться не только передо мной ну да кстати знаю знаю я почему ты вернулась если об этом прознает олимп если об этом прознает твоя мать даже сам зерст не сможет остановить то что здесь начнется у меня есть пара идей как это уладить но потребуется чтобы вы за грейм помогли мне с решением этом с решением этой проблемы или если тебе так угодно я могу вернуться обратно тем же путем которым пришла с решением что же ты хочешь собрать всех всех вместе за столом с амброзией даже тебе не пассивно воссоединить распавшуюся семью персифона да ты прав аид уж точно не в одиночку и так ты будешь мне помогать или нет вау стоп я сделаю все чтобы ты не попросила есть на этом сюжет не заканчивается я охренея это будет очень круто тогда первым делом побеседуй со своим сыном а можно это как ни в другой раз за грей ты уже знаком с персифоной нашей царицей будь добр всегда относись к ней с почтением вау отец ты назвал меня по имени что же за необычные чувства хватает меня возможно это почтение о котором ты говоришь мы такие с небольшим все таки презрение смотря на него ах прекратите такой знаете ссора прямо мальчишек разнимают нас не заставляйте меня жалеть об этом аид будь честен с ним расскажи о своих чувствах а не обо мне давай же да я за грей знаю бывали времена когда я срывался на тебе я был излишне нетерпелив нередко сомневался в своих решениях когда мои собственные были не идеальны поэтому я приношу себе свои извинения сын мой мне нет оправданий и я не прошу простить меня а как насчет того что ты солгал мне о матери не хочешь извиниться за это твое дурное настроение вечные попытки сорваться на мне к такому отношению от тебя я уже привык и она всегда обижала меня но мне вечно казалось что ты не лжешь когда мы с твоей матерью впервые встречались она пришла сюда не по своей воле и когда она ушла поверив что ты умер при врождении это было ее окончательное решение мне думалось что ей будет лучше без всех нас включая олимпийцев обманув вас обоих обманув вас обоих я пошел против самой своей сути но это было необходимо он хотел ей добра что ж тебе не следовало вымещать всю свою внутреннюю неразбериху на мне всю всю мою жизнь хотя думаю я могу понять тебя хотелось бы только чтобы я понял раньше и так а что теперь я уже настолько привык проводить ревизию твоих владений что пожалуй буду скучать поэтому я думаю что мы можем продолжить это делать кстати об этом твоя ревизия выявила множество недостатков в нашей системе безопасности таких о которых никогда не не пишут в отчетах наша репутация основана на том что отсюда невозможно сбежать почему бы тебе не продолжат свои попытки побега не ради меня ради этого царства и нашей царицы да так поднесли поднесли таким вариантом как вы знаете надо было надо было оправдать возможность как в дальнейшем дальнейшем дальнейших забегов за грей если ты продолжишь сражаться там мы сможем и дальше притворяться что ничего не изменилось кстати да кстати да вот об этом я не подумал но этот типа просто как выиграть время все-таки в ситуации хочется решать позов позволь задать вопрос отец допустим я соглашусь когда следующий раз я доберусь до поверхности ты по-прежнему будешь поджидать меня там хороший вопрос мне тот же был вопрос ах мальчик мой если тебе хоть на мгновение почудилась будто я собираюсь делать тебе баблажки вскоре ты поймешь как сильно ошибаешься но по сути как бы ему нет смысла но это тоже он же должен нам встречаться да значит мне всего лишь нужно прибаваться с боем к верности раз за разом убивать своего отца верно верно лишь на половину возможно также сможешь позаботиться о моем домике если будешь неподалеку засадам почти не нужно ухаживать мне хотелось бы чтобы это место оставалось на лежащем виде на случай если я не смогу выносить пребывание здесь слишком долго что ж я постараюсь присмотреть за ним но с на правду времени не очень много присматривать просто делай то что тебе по силам очевидно меня тоже ждет немало работы хочу сказать что нам еще многое предстоит сделать и так почему бы нам не приступить к делам сейчас просто наверное все вау так а это ужасающий правитель мертвых воссоединился своей давно потерянной возлюбленной царицей персифоны и вместе со своим первенцем принцем за греем они вечно будут править под землей под в подобии в подобии гармонии а мы кстати говоря возвращение царицы стало невероятным счастливым событием насколько это возможно в темном и полном мрака царств мертвых мы с гуаньюем по моему кстати с копьем и даже спустя все эти годы на олимпе так и не пронзнали что же произошло в подземном мире блин они так мило стоят они с персифоной прямо такие лапочки а эта картина вау после всего что было прошло всего несколько дней но все хорошо мать с отцом снова вместе я обзавелся новыми друзьями и приобрел роскошную картину ерунда в подземном мире все чудесно блин это знаете вот типа царица вернулась восхититься никак не привыкну к тому что мы здесь все вместе о боже какой балдеж я прямо серьезно у меня прям искренний восторг искренне такая радость за это так а теперь вот любопытно что у нас поджидает как бы по сути дальше в принципе ахиллес царица вернулась ты справился ты справился парень должно быть нам нужно многое наверстать или исправить и как я понимаю теперь твои попытки побега одобрены официально да это так наставник по крайней мере сейчас я продолжу пытаться пробиться с боем на поверхность это помогает мне немного развеется и как говорит гипноз улучшает подземный мир полагаю лишь косвенно ну там как разрушает на с одной стороны все что же тогда буду рад работать с тобой в более официальной должности и искренне надеюсь что ты твоя мать и твой отец научитесь лучше ладить друг с другом обязательно можно дузу напоить немножко еще давайте тоже я тантос кстати редко встречаю когда можно боить вообще то что по-моему когда я с чего в забеге его там нельзя напоить ой-ой-ой-ой ваше высочество вы вы действительно уверены что хотите подарить мне это я уверен дуза надеюсь тебе вам нравится м принц это действительно правда что вы остаетесь и будете официально здесь работать я полагаю полагаю это слово конечно такое кто смотрел резера то бы сразу напомнит одного конкретного персонажа я думаю я что ж когда ты так говоришь и думаю что это правда мы попытаемся заставить это сработать в настоящих условиях до поры до времени ну вы знаете что это значит не так ли мы теперь официально коллеги разве это не чудесно мы можем делиться своими последствия последними находками сравнивать заметки о сложностях с которыми сталкиваемся встречаемся встречаться друг с другом зале дуза мы так этим занимаемся все это время но это ведь не одно и то же ощущение будет абсолютно другие вот увидите ладно хорошо пока такая забавная конечно как себя о кстати а мы можем ей подарить ведь а давайте почему нет мама мне кажется доме отца всегда была традиция тайна дарить никтар тем кто тебе дорог а может быть когда-то и на олимпе я хочу чтобы ты взяла это я так рад что нашел тебя ох ты ж нифига как она приоделась то я вижу на в другой форме как-то хотя даже не знаю мне наверное блин она здесь по сути она чисто в стиле как вот царица как раз таки царица подземного мира да хотя мне хотя то-то тот вариант очень нравился о за грей ты такой заботливый твой отец никогда не за не разрешал открывать нектар и я почти забыл его аромат подожди минутку у меня тоже есть кое-что для тебя мы нашли еще один за самый цветок гора цветок граната так получается что у нас а и наверное она как раз таки тот персонаж который у нас здесь я открылся да это она самая так как у тебя дела мама осваиваешься ты говорила раньше это было настоящим испытанием наверное очень странно снова здесь оказаться постоянно быть в темноте знаешь пока все в порядке спасибо за беспокойство сынок все очень дружелюбны темнота это приятная смена обстановке и хотя в этом платье не очень удобно ходить мне оно нравится рад услышать честно говоря меня не особо мне немного беспокоило что к этому моменту ты уже захочешь вернуться в свой домик здесь может стать не по себе не сомневаюсь в этом мне правда не хватает моего маленького домика но я слишком часто убегала иногда это бывало необходимо бывает необходимо но как бы далеко ты не убежал от проблем не скрыться и ты меня это научил я но ведь я сам отчаянно пытался убежать ты повесил картину там где просил да повесил так давайте сервером поболтаем ты только погляди за себя дружок никогда не никогда прежде не ели видел тебя таким веселым ты ведь у нас такой большой и сильный пес судя по всему ты скучал по маме также сильно как и она по тебе ну теперь-то у вас полно времени чтобы наверстать упущенное чудовищный трехглавы зверя и да возможно был бы переполнен искренним чувством радости в этих обстоятельствах если бы мог его испытывать а батьку я все еще не могу никак дать никто расчетен приветствую отец и так я могу просто вновь отправиться туда когда мне вздумается я не должен следовать какому-либо строгому расписанию твоя непредсказуемость одно из твоих преимуществ ну да кстати говоря мы же как бы неожиданно должны видеть и наша защита всегда должна быть настороже поэтому все так распоряжайся своим временем как тебе угодно а олимпийцы продолжат помогать мне думая что я пытаюсь бежать от тебя к ним ведь понимаешь что это не что невозможно продолжать так вечно вот я том же да твоя мать царица работает над этим это радует так а здесь у нас ничего нового не открылось интересно ничего нового не открылось но жаль могло бы открыться в теории так давайте с орфеем поболтаем слушай орфей когда-то я слышал песню что когда-то я слышал песню которая должно быть принадлежит тебе там пелось что-то что-то в крови ты знаешь ее она была великолепна друг мой это песня да конечно знаешь те кто слушали музыку созданную совместно с моей музой говорили мне что ее все обожают когда мы все когда мы еще были живы мы были невероятно продуктивны когда-нибудь ты споешь ее вновь сильно сомневаюсь а чё ж ты свою музыку не найдешь обратно царица персифона вернулась едва могу поверить дитя ты вернул ее ко всем нам я тоже едва могу поверить что будет теперь соберем осколки и склеим их обратно вместе мы во всем разберемся звучит неплохо мент есть мысли себя перезайду интересно мне отдадут может быть диалог который открывает мне как раз таки пятый аспект на мече просто хочу разобраться ломать все на своем пути забирать ресурсы из царства своего сына своего отца пытаться спорваться мимо меня все это теперь описание официальных должных обязанностей кстати да полагаю так и есть но прежде чем ты спросишь я делаю это не ради него не думала что ты на это способен на то чтобы навсегда уйти отсюда но я и не подумала бы что ты сможешь взять на себя хоть какую-нибудь ответственность в любом случае теперь мы просто будем убивать друг друга чуть более официально я полагаю да именно так давайте еще и дадим нектар лезть тебе не поможет прошлого не вернуть лезть никогда мне не помогала в отношениях с тобой бы но это не значит что я не буду продолжать пытаться я же ужасно упрям разве не так сколько там вообще сердечки надо ни хрена себе их там надо неужели до конца будут развиваться это прямо до хрена так-то 57 за 1 нектар а у меня только один нектар и осталось нет я кстати ни одну рыбешку по множе не нашел гипнус что ты скажешь привет ты видал царица вернулась она совсем не торопилась как я посмотрю и следи за своими словами гипнус ты говоришь о моей матери что правда значит твоя мать тоже совсем не приходит не проводит с тобой время у нас есть кое-что общее гипнус всегда на слабоне короче теперь сад всегда открыт сад стоп точно ведь а стоп а где сад а вот сад по ходу да он самый сад царица персифоны в котором принц никогда не в жизни не бывал наконец раскинулся перед ним во всем своем величии не домик матушки но тоже ничего ну да там конечно все по живописнее но здесь такой знаете именно вот что в атмосфере в стилистике вот для подземного мира и хотя там у каша более намного жизнерадости смотрелся и живописнее целом так сожжим на удивление я ничего не открыл интересно что будет дальше будет ли еще какая-то сюжетная часть может быть я какие-то диалоги не увидел потому что мы все-таки проходили игру относительно быстро то есть я там мало сливался скажем так меньше слов больше делом олец пошел да он больше ничего хочет говорить и новенькое это наш последний сувенир предпоследний еще фрагит осталось я думал что у нас у аида будет сувенир по моему не знаю ладно после каждых шести схваток получай плюс один гранат случайный дар усилится а вот это звучит круто кстати вот это звучит очень интересно вот это прямо интересный сувенир хотя это по сути сказа за схватки именно если там будет потом 544 битвы мне на этаже примерно вот как раз таки 78 битв получается наверное да но около того на на среднем так а вот теперь мне любопытно если я выйду сейчас зайду обратно и проверю просто никто будет со мной болтать или нет хотя мне кажется вряд ли она не должна запустить свой диалог если ошибаюсь да потому что считает что я просто то же самое что как я туда-сюда сходил и все дано не хочет говорить за при при этом здесь у меня ценник изменится а нет не изменился там как повезет судьбу всего ладно ребят и так что на сегодня на этом мы заканчиваем на сегодня на этом у нас все мы можем теперь входить спокойно в комнату отца и гулять на картину полагаетесь поддерживать здесь порядок так что ребята на такой счастливой нотки мы с вами завершаем эту серию вы странновато позирует ли для нее но в целом вышло хорошо вот на такой хорошей ноте мы завершаем ребят эту серию не знаю осталось ли же на нас еще какая-то сюжетная часть узнаем это следующий раз либо может не напишут раньше а про этого не настолько не она не настолько нужно прямо а так если это если это реально завершение то мы из наверное скоро будем стараться я не знаю сделки сфокусированные забеги через что-то конкретное четвертый аспект я бы все хотел посмотреть ну и будет видно сколько и у нас еще хейдис продлится а пока ребята этом все всем спасибо за просмотр надеюсь что вам понравился или как обычно подписывайтесь на канал если это так мне будет очень приятно как и надеюсь что вы не забыли оценить видео само собой оставляйте комментарии пишите вы по поводу этого рассказа сюжета честно говоря я прямо был сейчас рад и приятно удивлен здесь такое красивое реально хорошие завершение радостная я люблю хэппи-энды честно может быть это достаточно банально может кому-то показать и так далее я предпочитаю хэппи-энды чем какие-то такие плохие завершения истории какие-то концы такие и после которых будет как так нехорошо меня так сильно сильно задевает бывает если я смотрю какой-то аниме или что такое еще потом долго-долго не могут отец этого все ребят вступать на сердце заходите хотите я желаю всем хорошего настроения ребят такого же дня всем удачи до новых встреч все кусь-кусь и всем пока пока кстати я так подумал а здесь было раньше две подушки или нет может быть типа для них теперь это одна кровать ведь было бы символично где подушку ну ладно все все ребят все кусь-кусь и всем пока пока